Расскажите о своем опыте знакомств, отношении с Милфами. Я и девушка лет 45 работали над одним общественным проектом. Она предложила мне перекусить. Мы поехали к ней. Будучи наивным, я не понимал, что это свидание. Когда мы пришли к ней, она сказала, что вернется через минуту. Вернулась, облаченная в школьную форму. До сих пор с волнением вспоминаю это зрелище. Мой друг всегда обредил мыслью покувыркаться с женщиной постарше. Думаю, он просто пересмотрел клубничку с Милфами в юности. Сейчас ему 20 лет. Когда он расстался со своей девушкой, то решил сходить в так называемый бар-хищниц, где собираются одинокие женщины за 40 в поисках молодых парней. Это был дорогой ресторан-бар с соответствующей репутацией. Он попросил меня пойти туда с ним и пообещал угостить выпивкой, поэтому я согласился. Не успели мы сесть за стойку, как женщины начали проявлять к нему внимание. Вскоре его окружили 4 женщины в очень коротких платьях, а я перился в телефон с бокалом пива в руке. Мне не пришлось изображать интерес, что стало большим облегчением для меня. Через час он подошел и сказал, что мяч в воротах, и он поехал с ней, чтобы поразвлекаться. Тогда я увидел эту женщину. Честно говоря, она была довольно красивой. Высокая, с пышным загорелым телом и узкой талией. На вид ей было под 50. Друг посоветовал мне тоже попытать удачу, но я сразу пошел домой. Он пришел домой на следующее утро и рассказал, как все прошло. В общем, он ничего не смог, потому что ее тело было далеко не таким, как у актрис взрослого кино из Милф Видео. Во многих местах висел жир, его слова. Он этого не ожидал. Он считал, что это ее платье скрывало все недостатки фигуры. К тому же, по его словам, на ее теле оказалось намного больше волос, чем он ожидал увидеть. Поначалу он был заведен, но потом то одно, то другое убивало в нем желание. В итоге он целый час провалялся с ней в постели, но у него ничего не вышло. Женщина так расстроилась, что ему пришлось успокаивать ее еще два часа. В итоге она приготовила стейк в полночь, и они пошли спать. Он признался, что это не отбило у него желание, и он собирается в ближайшее время попробовать снова. Лет 15 назад я зарегистрировался на сайте знакомств. Признаюсь, отчасти я сделал это смеха ради, но отчасти я надеялся, что подвернется хороший вариант. На сайте не было возможности указать желаемый возраст партнерши, но был пункт о том, согласен ли пользователь на знакомство с теми, кто старше его, и я выбрал этот пункт. Мне тогда было 25 лет, можете себе представить, как я удивился, когда получил запрос на знакомство от 33-летней красивой женщины. Я подумал, что такая разница в возрасте пустяк, но потом я понял, что она сильно преуменьшила свой реальный возраст. Мы встретились в кафе и немного пообщались. Ничего особенного в тот вечер не произошло, она показалась мне милой и симпатичной. Думаю, что я ей тоже понравился, потому что она согласилась на второе свидание, несмотря на такое скучное первое. Я решил произвести на нее хорошее впечатление, поэтому пригласил в караоке бар с очень непринужденной атмосферой. Я подготовил свой лучший репертуар, и это, похоже, сработало, потому что все прошло хорошо. Она рассказала, что была замужем, но недавно развелась, и теперь живет со своим отцом и дочерью. Похоже, она боялась, что я сбегу, когда узнаю про ее дочь, но меня это не смутило. Она предложила мне посмотреть фильм на третьем свидании, и я думаю, вы сами поймете, как оно прошло, если я скажу, что не помню даже название этого фильма. Все шло хорошо, особенно потому что я не виделся ни с ее отцом, ни с ее дочерью. Она звонила мне, когда была свободна, я провел пару ночей в ее доме. Затем произошел первый инцидент. Перед сном мы немного покувыркались, и внезапно она попросила меня спеть для нее. В ту же минуту, в ухо. Сначала я подумал, что она шутит, но затем она так пристально посмотрела мне в глаза и произнесла «Спой, сейчас», я сказала, и я подчинился. Несмотря на то, что я старался не думать об этом, этот случай беспокоил меня, но спустя какое-то время я о нем забыл. Затем произошел второй инцидент. Мы собирались поехать к ней, но внезапно на нее накатила ярость, и она потянула руль, за которым сидел я, и машина оказалась на обочине, мы чуть не врезались в дерево. Меня это очень смутило, но я решил подождать, пока она успокоится. Оказалось, что она скрыла от меня некоторые детали своего развода. Они с мужем разошлись, но официально все еще были женаты, и он пытался вернуть ее. А еще, если верить ей, у него был непредсказуемый характер. Третьего инцидента не было, как и продолжение наших отношений. Я подрабатываю в качестве агента по недвижимости. Однажды я показывал дом богатому холостяку слегка за 25. Дом продавала явно успешная женщина лет под 50, со следами улучшайзинга, толстым слоем мейка, силиконовой грудью и белым Porsche Cayenne. Когда мы вернулись в его машину, он сказал мне, «Не знаю, что мне понравилось больше, дом или это Милфа». Через 36 дней он въехал в этот дом. Через 6 месяцев он купил еще один из ее домов. Через год они поженились. До сих пор не понимаю, как такое могло произойти. 30 лет назад очень сексуальная Милфа сама подошла ко мне. В тот день я тренировался на велосипеде, я тогда занимался велоспортом профессионально. Я ехал на велосипеде, она подъехала ко мне и прямо сказала, что я выгляжу очень аппетитно в этом спандексе. И спросила, не хочу ли я поехать с ней и поразвлекаться. Боже милостивый, это была горячая итальянская красотка с почти бесконечным сексуальным аппетитом. Ходячая воплощение желаний любого парня лет 20. Я не верил, что такие женщины на самом деле существуют, пока не встретился с ней. К тому же оказалось, что она работает менеджером ресторана морепродуктов, так что она еще и накормила меня. В этом возрасте я мог потреблять буквально бесконечные порции еды каждый день, и все равно почти постоянно чувствовал невыносимый голод. Поэтому мне очень повезло, что я встретил ее с моими тренировками на велосипеде по 25-40 часов в неделю. На протяжении 6 лет у меня вообще не было машины. Поэтому, естественно, я проводил с ней по одному 3 часам 3-4 раза в неделю. Кроме того, что она целый час кормила меня до или после близости. Мы часто вместе смотрелись в зеркало и соглашались на том, что очень хорошо смотримся вместе. Она была для меня как супер мамма миа. Никогда еще мой желудок не был так набит, а мои яйца так опустошены. Эх, вот бы вернуть свои 20 лет. Я работал над проектом в дорогом курортном городке в горах. Однажды вечером в баре дама лет на 20 старше меня привлекла мое внимание, рассказав пошлый анекдот. Она была очень привлекательной и веселой, и явно была на взводе. Так почему бы и нет, решил я. Провел с ней пару ночей, но затем я ей наскучил, и она выбросила меня как использованный товар. Несмотря на это, если бы она предложила мне снова, скорее всего, я бы согласился. Это произошло много лет назад. Была вечеринка в честь моего дня рождения. В полночь мне исполнился 21 год, и я перебрал лишнего. Утром у меня была ужасная похмелье, поэтому я решил поехать с родителями на вечеринку в пабе, чтобы избежать возможности снова залиться с друзьями. Но в пабе мачеха сказала мне, что я могу пить все, что хочу, потому что это мой день рождения. Видимо, я не усвоил урок с прошлой ночи. Я осмотрел весь паб, но не нашел никого моего возраста. Почувствовал себя не в своей тарелке и начал всех избегать. Пока мачеха не сказала мне, что одна девушка хочет потанцевать со мной. Я такой, что, тут есть девушка моего возраста? Я набрался смелости и пошел с ней знакомиться. Черт побери, это была горячая латиноамериканка с полными чувственными губами и стройными ногами. Мой рост был 185 сантиметров, а она была примерно 175. Я немного потанцевал с ней, хотя и был ужасным танцором. Мы немного поговорили, и я узнал, что ей 27 лет, она работает с моей мачехой и учится на психолога. После еще нескольких рюмок мы уединились на парковке и начали целоваться. Затем нас застал мой отец, который вышел, чтобы взять что-то в машине. Мы тогда решили найти место еще более уединенное и повеселиться. Покончив с этим, мы вернулись в паб, выпили еще немного и продолжили танцевать. Мы обменялись номерами и попрощались, и родители повезли своего сына, который был в Зюзю, домой. Разговор в машине получился довольно забавный. Отец рассказал мачехе о том, что видел на стоянке. Она захихикала. Я попросил ее рассказать о ней, и она ответила. Ну, ей 39 лет, она работает медсестрой и недавно развелась. И многозначительно посмотрела на меня. Чем еще вы занимались? Я посмотрел на отца и подмигнул. Он ответил кивком. Разговорился в баре с Милфой, она дала мне свой номер. Мы так и не кувыркались, но она отправила мне много своих откровенных фотографий. Скорее всего, ей просто было скучно и хотелось немного внимания. Работал барменом в Нижнем Манхэттене. Это был крошечный бар с небольшим танцполом и с диджеем. Познакомился с немолодой блондинкой. Купила один бокал и протянула мне свою кредитку, чтобы я выпил с ней. Оставила 70 долларов чаевых. Я запомнил ее, и она стала приходить к нам почти каждую неделю. Рассказала, что живет в Калифорнии, но летает к нам почти каждые выходные. Позвала в свой номер в гостинице. Я уже собирался пойти, но она показала мне что-то в инстаграме, и я обратил внимание на ее профиль. То, что я увидел, попадало под определение идеальной семьи. Трое красивых детей, симпатичный муж, работа в международном благотворительном фонде. Решил не идти после того, как увидел ее семейные фото, и она сказала мне, что их с мужем включили в какой-то рейтинг 100 лучших родителей. Это подтвердило мое убеждение, что социальные сети сильно искажают правду. Это произошло в тот славный год, когда и я, и мой лучший друг были свободны. Он расстался с девушкой после пяти лет отношений, а я начал встречаться с моей нынешней девушкой через год после этого. Мы пошли на одну вечеринку, и я заметил, что там было просто невероятное количество милф. Вскоре друг развлекся с одной такой ванной. После вечеринки он обо всем рассказал мне подробно, и мне захотелось такого же опыта, поэтому через неделю мы снова пошли на эту вечеринку. Я познакомился с очень приятной женщиной, 45 лет. Она была красивой, а ее тело было как у 20-летней. Мы целовались в ванной, после чего она предложила поехать к ней. Но на ее телефоне села батарейка, поэтому она не смогла вызвать такси. Я сказал, что могу вызвать сам, если она назовет свой адрес. Так я узнал, что мы живем недалеко друг от друга. Этот клуб был достаточно далеко от нашего городка, так что это было интересное совпадение. Но в ту ночь я столько выпил, что не обратил на это внимания. Когда мы приехали к ней, она жила прямо в соседнем от меня доме, я понял, что ее дочь дома, и мы с ней знакомы. Мы часто виделись, когда выгуливали собак и общались. Ее бухая мама не поняла, что мы знакомы, и заявила ей, мы идем в спальню, не мешай. Это очень меня смутило. Я должен был выбежать оттуда, но мой мозг уже практически был выключен, поэтому мы это все-таки сделали. Все прошло хорошо. Ее дочь больше никогда не разговаривала со мной, она даже начала гулять со своей собакой по другому маршруту, чтобы не столкнуться со мной. Слава богу, что я больше там не живу. Лол. Как-то раз в выходные встретился в прачечной с женщиной лет сорока пяти. Мы разговаривали, приятно поболтали и обменялись номерами. Спустя какое-то время я позвал ее на свидание, мы пошли в ресторан морепродуктов в центре города. После этого было еще несколько свиданий, все шло хорошо, и она позвала меня к себе посмотреть Netflix. Только мы так и не досмотрели серию. Я начал часто ходить к ней смотреть Netflix, хотя мы так ничего и не посмотрели. Это продолжалось несколько месяцев, пока мы не расстались. И я наконец посмотрел этот сериал «Лучше звоните Солу». Это было в караоке-барах. Многочисленные группы женщин собирались, чтобы выпить и вспомнить молодость. В свои 20 с небольшим я с удовольствием залезал то на одну из них, то на другую. Они угощали меня выпивкой и давали денег на карманные расходы. Я вскоре оценил преимущество встреч с ними. Мне больше не приходилось никого завоевывать, я мог даже выбирать. Теперь я сам одного возраста с милфами. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...